Сегодня у нас обзор на трактор Владимировец Т-25 С газонокосилкой Не, надоело Я сходил в туалет Достает и начинает поливать перед камерой Я такого не ощущения, я вообще не помню нигде Ну вот как-то так, ребят Пристегиваемся Начали Ребята, всем привет, вы на канале Мульчер Эксперт С вами я, Антон Хатунцев Сегодняшний выпуск будет посвящен постановке целей Крайний выпуск, меня немножко прям встрепенул Наша поездка в Великий Новгород по болотам Дала прям такой заряд адреналина Я понял, что у меня прям такой реальный жизненный застой Может быть, кто-то скажет, что зажрался Но очень давно я не ставил цели Последний раз я такие прям жесткие цели ставил два года назад Вот и сегодня у меня выходной день Субботний Пораньше с утра встал Написал своему товарищу, у которого есть самолет Серега, ты сегодня летаешь? Он отвечает, да Я сейчас приеду Вот и мы сейчас едем на аэродром Полетать на спортивном самолете Немножко встрепенуться Вот Далее мы возвращаемся в Москву Если повезет, то встрепенемся еще на вертолете И поедем, как положено Отстреляемся из боевого оружия Почему самолет, вертолет и оружие? Значит, есть у меня такая цель внутренняя Я мечтаю купить вертолет Пообщавшись с людьми, которые занимаются летным искусством Они говорят, а почему вертолет, почему не самолет? Чтобы понять, что реально внутренне хочется, душевно Нужно пойти и попробовать И под конец дня у меня, значит, есть план поставить себе цели на 12 месяцев То есть такие прям, которые будут зажигать Которые душевно внутренне хочется Которые будут подталкивать Которые будут тебя стимулировать, двигаться И которые приведут к многократному росту в бизнесе На польсвагене поехал с женой, значит, куда-то на юг Ну, едут, а у нее регистратор стоит, новый И, значит, это самое Жена заснула А он, значит, выходит Так, это, наверное, не для камеры Да ладно Он выходит, значит, достает И начинает поливать перед камерой Перед лобовым стеклом Ну и все, и приехали на юг Обратно приехали Жена взяла, сняла этот самый флешку И на работу приходит, говорит Девчонки, ща вам покажу, как мы ехали А она не знала Включает И там такая картина Едут, 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 останутся Тут Миша выходит И перед лобовым стеклом Девки говорят, замечательно ехали Вот и я так же говорю Может, их там девчонки седали А что за чудо? Почему что? Летает, очень хорошо летает Очень хорошо летает Да, учебный Он как парта учебная Он медленно, хорошо летит Взлетает, садится А как он называется? А, не как Трепколет Нет, Наска его зовут Его зовут Настя вообще В народе У него же вот слои Одноместный легкомоторный самолет Вот элероны Просто крыло мягкое Да, полноценное все Все полноценное Все как положено у него Рули высоты, руль направления Все как положено Летает очень хорошо Скорости маленькие у него Вообще, это их класс ультралайт Да Это самолет, который там до 150 килограмм Ну, это потяжелее чуть-чуть Ну, как бы А у него здесь 50 лошадей 50 лошадей? Да А это канистра с бензином? Да Ну, там у нас масло Ух так Да Масло, бензин Тряпка лед Настя Да Настя, тряпка лед Пойдем, просто расскажешь Пойдем Олег, иди расскажи про наш Учебно-тренировочно-пилотажный самолет Вот Для круизов Он, в принципе, летает Мы с Серегой по 500 километров на нем летали Фактически нормально Вполне себе удобно Груз только, видишь, у него задняя полка Вот сюда Всего 20 килограмм можно положить Вот Тут же важно, что Важно, чтобы центровка была у самолета Приблизительно вот здесь находилась На этой линии Где-то одна треть крыла Ну, 25% Да Ну, 25-30 А чей производство? Это чешский самолет Серийный самолет Злин-142 называется Значит, он цельнометаллический И кое-где тут пластиковые детали используются Свободно несущий низкоплан Что значит свободно несущий? Вот Cessna, круизник Видишь, у него подкосы под крыльями, треугольник Вот это вот подкосы называется Крыло Подкосы Вот эти подкосы, треугольники Они просто У него шарнирно соединено крыло с фюзеляжем Вот так шарнирно И стоит треугольник Вот этот вот подкос А здесь подкоса нет Потому что сопротивление большое А этот самолет пилотаж кручит Нормальный такой пилотаж И бочки, и петли, и все он делает И ему как бы эти подкосы Ну, совсем ни к чему Значит, двухместный самолет Значит, масса его 750 килограмм 215 литров топлива Топливо заливается самое простое От 92-го Ну, в конце даже 76-го Ну, то есть старается, пораньше 76-й можно 76-й можно заливать Почему? Объясняется просто Вот этот двигатель, который на нем стоит Он начал разрабатываться в 1938 году В Германии 210 лошадиных сил Это с наддувом Когда наддув включен Наддув где-то 170 приблизительно И максимальной нагрузки Вот Стоит у него винт изменяемого шага То есть, видишь Шаг меняется То есть, можно как бы загружать В полете можно освобождать как бы шаг Чтобы он посвобождать Нагрузку, да? Увеличивать нагрузку Увеличивать, да На взлете, чтобы была максимальная мощность Максимальная мощность Оптимальная режим Получается, этому самолету взлетная полоса короткая подойдет, да? Дело не в этом Не в этом дело Чтобы, допустим, он не бежал там 500 метров То есть, он бежит там 250 Мы тогда делаем, чтобы максимальная мощность была на винте Наддув А мы должны раскрутить мотор на 2750 Тогда он даст максимальную мощность Ну, как обычно Любой двигатель Бензиновый, да? У него растет Допустим, мощность с оборотами Вот его максимально 2750 И он там выдает 210 лошадей С наддувом Вот он выдал Взлет мы сделали Разогнали 140 км в час Скорость получили 130-140 Убираем закрылки Вот Да, и он нас увеличивает скорость И мы уже загружаем винт И на более скоростной его делаем То есть, винт делается в больший угол Соответственно, обороты двигателя падают Но скорость самолет растет Нам уже такой мощности не надо И убираем отдув при этом На втором крестском режиме Мотор работает спокойненько Тихо Меньше топлива расходует И лететь можно далеко А мы сейчас, когда приехали Вы какое-то там обслуживание делали Что-то там подкручивали Мы готовим его к зиме Там заборник стоит впереди Который идет на охлаждение двигателя Пойдем покажем Видишь, стоит воздухозаборник Вот сюда входит Вот двигатель пошел Сюда идет охлаждение воздушное Вот мы поставили вот такую вставочку Она на 20 миллиметров По кругу зажимает это отверстие И это нужно для того, чтобы воздуха меньше поступало Чтобы у нас двигатель не переохлаждался Он плохо для двигателя, когда он перегревается И когда переохлаждается плохо Сейчас поставим еще вон там картоночку Вон у нас, видишь, снизу Там масло-радиатор Тоже масло густое Аэрошел используется Ну вот, как бы Надо это самое Двигатель 6 цилиндров Перевернутый Безредукторный Вот Разработки Вальтер Минор С 1938 года до 1990 года Чехи его производили Вот Потом им ЕС запретило И сейчас все кругом американское А двигатель очень хороший Очень-очень хороший Вот Самолет надежный, хороший Как бы От пробки в крыльях Это топливные баки 60 литров, 60 литров И вот тут 50 Это 4 бака получается 4 бака и один маленький Расходный в кабине Там 5 литров А так получается 215 литров 12 литров масла заливается Расходный Вон, видишь, написано Там бачок Вот там люк Это аккумулятор Вот сзади, видишь, крюк Снизу Этот самолет Поляки, чехи, немцы Применяли для затягивания планиров Планиров затягивали Это замок Буксировочный Буксировочный Узел Для планера Вот Имеет все он Полное навигационное оборудование Необходимо имеет Вот этот сверху Это компас торчит Вон там фонарик На карту смотреть Здесь зеркало заднего вида Для того, чтобы ты планер видел Как себя ведет А дальность полета Этого самолета Дальность Без заправки Без заправки 1050 километров Вот У него дальность Вот Ну, обычно Не летят до упора Всегда Стараются сесть До того, как топливо Кончится Или будет на пределе Лучше садиться А что нужно, чтобы иметь Вот такой самолет Деньги Значит Я этот самолет Купил за 2 миллиона Но у него Такая история Сложная Как бы Четыре года назад Где-то даже 5 Я этот самолет Выбрал Один товарищ Занимался перегонкой Самолета А он был Преподавателем физики В университете В МГУ Вот Сережа Ну и значит Он сказал Ну давай Выбирай Вот такой 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 Есть Я говорю Не, вот этот А этот Самолет Одному деду В Польше Принадлежал Ну дед Не так много На нем налетал На самолете В ангаре стоял В общем Такой Хороший самолетик Поехал Купил А купил он его На деньги Есть такой Влад Котлярский Актер Может ты знаешь В сериалах играет Ну я покажу У меня фотографии Да видели вы его Наверняка Он всяких там Этих Партизан играет Там военные Всякие сериалы Он в театре играет Ну хороший актер Хороший парень Вот Они друзья С детства Он ему профинансировал Тот купил Привез этот самолет Разобранный Консоли сняты И как бы На прицепе К микроавтобусу Притащил Вот И говорит Ну я весной Тебе соберу Облетаю И продам А договорились Мы его за полтора миллиона Зимой Происходит Оббал Доллара Сначала А потом Серега В горах Разбивается На Эльбрусе Насмерть На лыжах На горных лыжах Как раз Вот с Владом С Котлярским С этим Ну и что Пока там То и все Я звоню Владу Этому Он начал За него Отвечать Потому что Семья там У него Ребенок Инвалид Ну там Сложно Все Вот Он говорит Мне хочется Его подороже Продать Я говорю Хочу за 3 миллиона Продать Я говорю Ну Дороговато Дороговато Для него 3 миллиона Многовато Ну не то что Для него Многовато Не то что Для него Просто Не готовы Не готовы Были 3 миллиона Рассчитали Полтора Тут вдруг Три Два раза Вот Ну и значит Все Забываю Я про него Проходит Четыре года Наверное Где-нибудь Так вот Вот Тут значит Думаю Надо какой-то Самолет Поискать Подобрать Себе Вот А захотел Я Пайпер 28 У нас тут Ну Ты не очень Понимаешь Ну тоже Такой круизник Только низкая План Я покажу Фотографию Нахожу Я один самолет Думаю Завтра Повнимательнее Посмотрю И позвоню За 2 миллиона Там с копейками Ну он правда Знаешь Какой-то С 69 Года Или какой-то Ну американцы Все такие И Cessna Это тоже С 60 Какого-то Года У меня Этот 85 Года А тут С 60 Какого-то Вообще Утром Открываю Нашу ветку Авиационную На первой странице Мой самолет А я же Ну я Ну я Ну знаю Сразу Внешне Он Я И написано Цена 2 миллиона 100 тысяч Я набираю Это Влада Говорю Влад Ну так и так Я говорю Смотри Ты продаешь Ну да Вот уже Все пора Как бы И надо Деньги Там И жене Его надо Деньги Ну я говорю Ну давай 2 миллиона И по рукам Бьем Он говорит Давай Ну хлопнули По рукам Я ему 50 тысяч Отправил Потом Остальные Додал И забрал Правда Я его сначала Поставил На северке Там парень Один У него Такой же Злин Злиноводы У нас их называют Он его Мне доводил До ума Всякие там Фильтры менял Маслую систему Промывал Ну все А как вообще К самолетам Пришли Как К самолетам Я мои Закончил Я работал 15 Массивно Массивно Мы все Авиационные И потом Увлечение Просто я начал Допустим Параплане Полетал Потом Хочу Следующий Самолет Потом Взял Маленький Самолет Мне добре Отмогали В клубе Сделал Маленький Одноместный Отучился С пилотом С профессиональным Вот Вылетел А далее Цепочка Эволюции Потом Олег Говорю Олег Слушай Давай так Возраст Твой подходит Если ты в этом году Не покупаешь Самолет Ты можешь Забыть Об этом И вот Это его Как бы Слова И его Тоже Желание Дали Его все Подстегнуло Вот он Развивает А я К этому Моменту Продают Дом Нет А у него Подожди А дело в том Что понимаешь Когда у тебя Ты чего-то Очень Очень Хочешь Твои слова Ничего Материализоваться То есть Все Начинают Люди Как-то Положительно К этому Вот самолет Почему Он вдруг Раз И выполн Открывает Страничку Самолет Придел Глаза Вот как Это Чудеса 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 Влад Влад Сказал Это Наверное Серега Там Подталкивает Я говорю Тогда Вот Ступенька Ступенька И ставишь На черный коврик Ни в коем случае Не ездит сюда Наступать Вот написано Ноу-стоп Вставай Бери Так Есть Сверху Ручка Видишь на крыше Двигай Кабину Вперед Так Есть Контакт Сейчас Сейчас Стой Сейчас Я поставлю Там Замочки Есть Сейчас Я делаю Слушай Ну ты понял Мы только едем Разговариваем Про счастье И тут Такие Речи Просто До мурашек Вообще Ты понял Как залазить Чтобы показать Сверху Да Ну сейчас Пока поговорите А я потом Значит Самолет Оборудован Профессиональным Навигационным Оборудованием У него есть Гидрогира Полукомпас Есть Видишь Навигация У нас Стоит Вот экран Вот Две ручки Видишь Управление Дублировано Для Пилота И для Пассажира Ну В самом деле Курсанта Есть ремни Престижные Есть Значит Станция Японская Стоит Стоит У нас Вот Приборы Видишь Имеется Вон Смотри Идет Авиагоризонт Шарик Вот Указатель Скорости Указатель Высоты Это Вариометр Он показывает Скороподъемность Самолета Ты взлетаешь Там Снижаешься Он показывает Это Наддув Показывает Какой у нас Вот Там Амперметр Температура Головок Двигателя Температура Масла Давление Топлива Вот Здесь Пошло Это Рут Ручка Управления Двигателем Часы Хлостой ход Хлостой ход Получается Нет Это Как раз Типа Акселератор Как на машине Вот Значит Вот эта Ручка Это Наддув Он Когда Вдвинутый У тебя Включается Компрессор Который Подкачивает Дополнительный Тополь Вот Это Шаг Винта Значит Это У нас Ручной Тормоз Там Помпа Подкачка Топлива Значит Это Качество Смеси Это Кнопка Запуска Основная Это Система Пожаротушения Это Печка Вентиляция Обдув Печка Это Магнета Стоит Два Магнета Там У нас Вот Так Вот Правая Группа Баков Левая Группа Баков Вот И Совместно Обе Группе Баков Чтобы Равномерно Топливо Расходовалось Значит Ручка Вверх Низ Крем Право Крем Лево И У тебя Педали Право Лево Повороты И там Тормоза Видишь Сверху Душка Такая Вот Сверху Нажимаешь Это Тормоз Это Компас У него Вот Что у него Еще Тут Интересно Показать Это Магнитный Компас Да Вот Это Триммер Триммер Нужен Для чего Когда Ты летишь У тебя Например Нагрузка На ручку Ты Постоянно Ее Держишь Например Чтобы Она Вверх Не тянула Ты Можешь Подкрутить Триммер Сзади На рулях Там Есть Маленькие Такие Рулечки Триммер Они У тебя Уберут Это Усилие С ручки Лишнее Вот В общем В принципе Вот Вот этот Прибор Вот этот Очень Интересный Прибор Видишь Он Выше Зеленой Зоны Показывает Значит У нас Лонжерон Вот Эта Конструкция Крыла Есть Лонжерон Силовой Элемент Он Полый Внутри И Заполнен Азотом Вот Здесь Показывает 150 Атмосфер Азота Если Вдруг У тебя После 150 15 Полтора Полторы Десят Атмосфер Полторы Ну Не важно Значит Не важно В общем Есть давление Есть давление Азота В лонжероне Если У тебя Происходит Трещина В районе Лонжерона Когда ты Пилотируешь Основное Это Чтобы Крыло Не сломалось Если Ты Пилотируешь Нагрузки Постоянно Циклические И вдруг Возникает Трещина Как Только Трещина Возникает Азот Начинает Выходить Давление Падает И у тебя Сразу Сигнализация Срабатывает Что у тебя Упало Давление Есть Подсветка Приборов Все Это Как бы Включается Есть Станция У нас Ты можешь Переговоры Вести С землей И там Стоит У него Переговор Между собой Можешь Переговариваться Интерком Так называемый Вот Вон так Красная Ручка Вдалеке Это Шприц Вот Когда ты Вот этой Помпой Подкачал Топлива Там На приборе У тебя Давление Создалось Вот Им Шприцем Ты Впрыскиваешь В цилиндры Топлива Полностью Ручное Управление Подкачка Да А там Шик Но Это При запуске В принципе Как на мотоцикле Насосик Есть На восходе Помнишь На юпитере Ну Не совсем Так Тут Конкретно Прям Впрыск Шприцом Впрыскивает В цилиндр Вот Так Красная Ручка Например Там Есть Здесь И с той стороны Это Ручка Сброса Фонаря То есть Аварийный Сброс Когда происходит Какая-то Вдруг Авария Ручку Раз И фонарь Улетает Для того Чтобы ты мог Легко Выбраться Из самолета А где это Фонарь Вот Это Фонарь Это Называется Фонарь Скорость Самолета Максимальная До 300 С лишним Сколько там 314 333 Км в час Это Максимальная Скорость Вот Так В принципе На Коротковременном 270 Может Держать 200 Вполне Мы летаем Частенько Ну По основному Такая скорость В крейсере Два крейсерских режима Есть Есть Один Такой Более-менее Скоростой А есть Такой Совсем Экономичный Ну Вот В экономичном Режиме Где-то Км 160 Он летит И Винт Поставлен Такой Все В экономном Режиме И ты Далеко Спокойно Летишь Вот Мы Серпах Недавно Летишь И Летишь А Приземляться На нем Надо Заранее Уведомив Допустим Где-нибудь В аэропорт У Или Где Вы Приземляетесь Ну В аэропортах На аэродромах Вот Аэропорты В аэропорты Нас Не пускают У нас Пока Мы Не доросла Россия До Этого Состояния За границей Например Все Легкомоторщики Они Могут Запросить Где угодно Там Лексик Там Куда Угодно Нью-Йорк В машине Товарищу У него Там Он живет И у него Свой самолет Приехали на аэродром Это Либерец Это граница Германии Польши И Чехия Сели самолет Он запросился У РП На поднятие воздуха Мы поднялись Полетали А у меня была Еще жена С собой А жена Хотела К подруге В Прагу Заехать А что Ты будешь Ехать Давай Мы сейчас В Прагу Подлетим Запросимся Сядем Прямо 5 минут От метро То есть Аэропорт Садимся В аэропорт И все Ты дальше А потом Вернемся А он Приедет на машине Завтра Это легко Не надо Какие-то Сложные Движения Делать Он подошел Запросился И все Решение Ему дали Летят Летят Подлетают К аэродрому К такому Как наш Огни Делать К вечеру Значит Он набирает Частоту Есть определенная Частота У каждого Аэродрома Значит По которой Производятся Переговоры Вот здесь Например 134.5 Да По-моему 134.5 Вот он Берешь 134.5 Бах У него Транспортер Стоит Он нажимает Кнопка Загорается Огни Аэропорта Он садится Прокатывается Домик Стоит Он к домику Подходит Набирает 134.5 Замок Открывается Он заходит Туда Там автоматы Чай Кофе Пирожки Нормально Телевизор Диванчики Можно там Переночевать Даже Банка Висит В банке Ключи От машины Перед домиком Машина Стоит Садится в машину Поехал Поездили Заправили Полностью Машину Приехали Машину Поставили 10 евро Кинули В банку Потом Подкатывает К бензозаправке Колонка Стоит Карточку Раз Заправил Самолет Взлетели Транспортер Нажал Свет Выключил И улетел И это Еще Европа А в Америке Еще хлеще Америка Она вообще Авиационная Страна Нам до них Никогда Есть От винта Отходи Отпу Первый раз А что будешь думать О цели Я сходил в туалет В туалет Сходил Я спрашиваю Как вы будете Машину 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 Застра Заключили Все Радиостанция работает Да Полетит Машину 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 вот как-то так ребят по времени получилось чуть меньше чем планировали за погоню обычно мы до волги до белорога городка там красиво там такие разливы вообще да там хорошо хорошо еще и еще как бы сезон не кончился так что вы можете сюда когда сезон заканчивается ну все погода зависит чуть уж у них мороженю дождя по плану не должно было быть ну чё ладно поехали с почином рады спасибо большое это значит мой первый полет на легкомоторном самолете когда я залез в кабину пилота сначала я не понимал не осознавал что потом когда мне уже начали пристегивать и слишком сильно мне пристегнули я прям какая-то паническая атака началась просто реально станут установилась постепенно страшно страшно самолет прогревали мы тронулись нос приподнялся мы тронулись на вышли на взлетную полосу развернулись пилот сделал всякие разные жетикуляции проверил подкрылки все в порядке спрашивать не полетели полетели и вот этот момент значит это был самый страшный момент момент взлета да мне было страшно маленькую такая маленькая кабина это не как в самолете в обыкновенном большом летишь до в другую страну и чувствуешь себя более свободно комфортно а тут маленький легкомоторник гудит пыхтит через какое-то мгновение мы уже в воздухе полетели и вот в этот момент прям какое-то блаженство отпустило стало легче легко это знаешь когда из зоны комфорта выходишь и на первое там какое-то первое время тебе страшно страшно ты очкуешь тебе вообще дрейфишь не знаю что потом об и свыкаешься и тебе становится нормально вот это было значит первый момент второй момент стало страшно когда серега сделал такую штуку мы летим летим и тут он резко вниз падаем выше взлет пошел вверх этот момент как американские горки на каких-то аттракционах летишь вот сделал один раз и принципе второй раз я думаю что было бы уже не страшно вот сейчас хочется уже более такую жаркую теплую погоду зеленую травку чистое небо и полететь куда-нибудь на дальняк 3 стал следующий раз полетим на волгу как-то так а у тебя как впечатление в какой-то момент когда там тоже сел ты говоришь ощущение панической атаки я принципе знаком всем что такое паническая атака этот страх поднакрывает но в принципе как бы нормально все такое блин понимаю что с кайфом во-первых я осознавал что лютого трэша не будет ну потому что небо да такое я поняла что мы сделаем всего лишь кружочек там он какую-то на фигуру исполнена понимал что такого что ты будешь просто орать и молить вернуться на землю себя в голове такого не будет и поэтому более-менее спокойно ну вот ощущение того что как раз таки да самолет маленький было очень кайфовое такое новое кайфовое потому что ты понимаешь что это просто размером с машиной ты взлетаешь его чувствуешь каждое его движение вот этот чуть бачок его уносит где-то чуть он провалил при посадке до при посадке было ощущение что полосы не хватит чтобы остановиться при посадке но насчет полосы не думал я просто такая скорость большая он когда к земле подлетел уже такой душ нифигасе на такой скорости садится то есть когда он подходит как будто снизилась скорость а где мне подлетел ты так уж касается тоже его начинает чуть вести влево-вправо он пилоту выравнивает то есть кажется что сейчас может занести самолет еще там что-то про то что кончится не кончится полоса скажи это можно наложить на бизнес да когда что-то новое пробуешь в бизнесе новые инструменты или когда новая тема или новые на новый уровень выходишь тебе впервые страшно очкова ты боишься не делаешь это но просто допустим даже там поучаствовать в тендерах да до этого ты просто работал через сайт через там сарафанное радио еще как-то да а тут бац начал участвовать в тендерах каких-то больших контрактах большая ответственность да и первый раз всегда страшно потом потихонечку по ногам ну да я думаю вообще принципе жизнь можно сравнить там какими-то метафорами через как раз таки вот полет и бизнес да само собой то есть когда тебе страшно но что-то все равно происходит у тебя наверно один вариант удовольствия получать как бы расслабиться уже не сопротивляться там и кайфовать ну вот пилот уже все равно да то есть он сколько-то налетал он уже прям кайфует от этого его организм привык до твой из-за того что это впервые происходит он реагирует как какая-то опасность также как и на что-то новое там жизнь я просто как пульс из кабины я понял что блин антоха тебе надо похудеть потому что ну реально мне на реально надо мне хочется похудеть вот какую-то я у меня было чувство воздухе что я чувствую лишний вес ну правильно потому что он же говорит ты его 3g например из чувствуешь на себе там 2g это то есть две массы тела три массы тела соответственно конечно чем наверное больше да в перегрузках да да то есть 23 g это то есть две массы тела как я понял что я жива становится что поправьте в комментарии вот ну по-моему да это сколько мост тела тащишь определенный момент может быть дата я такого не почувствовал но тащение до той простой лайтового полета именно вот эта фигура но то же самое что она американских горках когда вниз тебя несет да ну вот такой же но соответственно конечно когда если фигачить по полной так как они рассказывают делать бочку пикировать из 600 метров потом резко возвращаться там плоскость там конечно будет уже не с каким аттракционом мне кажется не сравнить плюс ко всему ты видишь приближающуюся землю ну короче на полный полет да будет охренительный бегаю по телефонной книжке звоню знакомому спрашивал у кого есть опыт заработать 2 миллиона долларов за год в твоем окружении есть кто-нибудь кто за год за 12 месяцев сделал активов или заработал денег 2 миллиона долларов такого не все понял ладно удобно не отвлекаю приятного аппетита такой лучше вопрос такой у тебя есть опыт за год за 12 месяцев заработать 2 миллиона долларов ищу кого-нибудь из людей с ближайшего окружения 2 за как нету один есть да вот это уже тепло это не у тебя тебя когда мы можем встретиться пообщаться посоветоваться понедельник вторник среда понедельник вторник среда ну а в понедельник созвонимся как удобно есть один получается если встретиться с одним человеком с одним миллионом и с другим с одним миллион ну как не опыта это всегда поговорить а кто что за парень чем занимается ренат мансуров инвестирование здесь чуть слышит алло привет лень такой вопрос минутка есть занятия вопрос таков у тебя или в твоем окружении есть такие люди которые за год заработали 2 миллиона долларов 2 миллиона долларов 2 миллиона до есть есть такие да это кто-то в окружении или это у тебя лично у меня в окружении ладно второй вопрос как потихонечку вокруг да около познакомиться или может быть в тусовку попасть пообщаться люди непростые не общается просто так общается по предмету один строитель он строит девелопер он строит дома один из крупных застройщиков в Волгограде другой владелец такси люди которые делают такой объем они делают что-то масштабное очень масштабно а то х я очень внимательно отношусь к твоим действиям слежу как ты там мероприятия все проводишь они все интересно с удовольствием бы вырвался но я нахожусь сейчас в постоянных проектах в Волгограде стройка в Ростове стройка здесь в Москве у меня этот коммерция по возможности созваниваться может получиться да 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 Антон конечно рад был услышать и успехов тебе взаимово взаимово у меня сейчас в голове появилось такое осознание что сразу с бухты барахты взять и заработать 2 миллиона долларов за год это немножко не не адекватная цель но к ней можно приблизиться так чтобы прям взять сразу это на разрыв сто процентов это разорвется нервная система будет сильный откат назад поэтому можно более адекватно к этому подойти и для начала пообщаться с теми кто хотя бы близко с этими прибылями ходит и постепенно наращивать оборот приближаясь поближе к цели 2 миллиона долларов 12 месяцев ��도록 прибыль Продолжение следует...